Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч 1-8 финала плей-офф чемпионата мира 2022 между сборными Португалии и Швейцарии. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Смотрим, как соперники отыграли свои матчи группового раунда. Португаля выиграла свою группу, но немножко неожиданно проиграла последний матч Южной Кореи, ведя по ходу игры 1-0. Матч начался очень удачно для португальцев, которые в первой же своей атаке на пятой минуте забили гол. Однако корейцы уже к середине первого тайма дважды умудрялись сравнивать счет, причем оба раза забив голы с угловых ударов, но правда первый гол отменили из-за явного осайда. Развязка игры наступила в компенсированное время. Корейцы после подачи углового у своих ворот убежали в быструю контратаку, и Хван Хичхан реализовал выход 1-1, выбив таким образом уругвайся второго места. Таким образом португальцы впервые в своей истории игр на чемпионатах мира проиграли матч, в котором открыли счет. А Криш установил новый рекорд. 20 матчей на чемпионатах мира плюс 20 матчей на чемпионатах Европы. Швейцария в решающем боевом матче одолела Сербию 3-2. В первом туре крестоносцы не без проблем обыграли минимально Камерун, а затем с таким же счетом минимально уступили Бразилии. В игре с Сербией швейцарцев устраивала ничья, но они не стали играть от обороны. Провели очень активную игру, в которой гораздо острее были в атаке и выиграли вполне заслуженно. Хотя по ходу матча крестоносцам пришлось отыгрываться. Оба гола Сербия забила после грубых ошибок Швейцарии в центре поля. Но на перерыв соперники ушли при счете 2-2. А в начале второго тайма Ремо Фройлер забил победный гол. Попытки Сербии отыграться ни к чему не привели. Таким образом сборная Швейцарии составила кампанию Франции. Только эти две европейские сборные выходили в плей-офф на последних 5 крупных футбольных турнирах, начиная с чемпионата мира 2014. Последние матчи команд. Португалия забивала в последних 4 своих матчах и в последних 9 матчах не играла в ничью. Швейцария не играла в ничью в последних 10 матчах, а в последних 4 матчах строго чередуют победы с поражениями. Очные матчи. Начиная с 2016 года соперники встречались 5 раз. Интересно, что все 5 матчей в этой паре выигрывали только хозяева. Лишь одна игра получилась забивной и она расположилась ровно посредине между парами нулевых матчей. Вот если предположить, что симметрия не будет нарушена, то предстоящая игра должна получиться забивной. Прогноз на исход матча. Португалию поставили фаворитом на эту игру, однако коэффициент 4,80 на победу Швейцарии в этом матче выглядит несколько завышенным. Но не настолько велико потенциальное преимущество португальцев над швейцарцами, если оно есть вообще. С учетом коэффициентов и той игры, которую показали команды на стадии группового этапа, наверное, будет логично взять плюсовую фуру на крестоносцев, которые сейчас находятся в неплохой форме и показывают стабильный уровень игры. Соперники встречались в очных матчах совсем недавно, в рамках Лиги Наций в июне месяце. Тогда Швейцария проиграла все три своих матча первого круга, включая игру в Португалии, где был счет 4-0. А во втором круге Швейцария взяла три убедительных реванша, включая и победу над Португалией, которую тот матч выиграл 1-0. И Швейцария, и Португалия, начиная с чемпионата мира 20-10, по два раза выходили в стадию плей-офф, но неизменно проигрывали свои матчи 1-8 финала. Тотал голов. У Португалия очень уж много она забивала в последних четырех играх, аж 10 голов. У Швейцарии хорошая защита, силы команды где-то равны, но вряд ли мы здесь увидим открытый футбол, гораздо больше шансов на низовой матч. Обе команды забьют, да нет. На нулевой матч дали относительно небольшой коэффициент, однако нюанс заключается в том, что последние двоочных матчей в этой паре, которые игрались в июне, получились нулевыми. Поэтому шанс на условный 1-1 в этой игре достаточно высок. Обе команды сейчас показывают хорошую эффективность реализации своих голевых моментов, поэтому логично рискнуть взять вариант забивного матча. Подводим итог. А ожидаемый вариант на эту игру, конечно же, это будет тотал меньше 3,5 коэффициента 1-20. Но не должны бы команды в таком важном для обоих матче забить много голов. Оптимальный вариант, пускай это будет не проигрыш в Швейцарии в основное время, коэффициент 2-0-3. Доходный вариант, это классическая ничья в основное время, коэффициент очень неплохой, 3-58. Дело в том, что команды очень давно не играли в ничью, как в текущих своих матчах, так и в очных играх. Шанс на ничью в такой важной игре, в принципе, высок. Пожалуй, матч Швейцария-Португалия это самый ровный матч из всех 8 игр первого раунда плей-офф этого чемпионата мира. Поэтому ничья в этой игре очень вероятна. Как оно будет на самом деле, покажет игра. На этом все. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...